Состояние троих пострадавших в крупном ДТП в Николаевском районе стабилизировано. Все пациенты пришли в сознание, но пока еще находятся в реанимации. Ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Сюда их транспортировали из районной больницы. У двоих мужчин и женщины крупные сочетанные травмы. 11 пациентов были в экстремном порядке прооперированы. Они выполняли необходимость этого мальчика. Все пациенты с уважительной динамикой. Они все с сознанием. Для продолжения лечения контроля состояния, при необходимости они будут переведены из реанимационного отделения. Напомним, автокатастрофа произошла 21 августа в 13.30 на трассе М5 «Урал» в Николаевском районе. По данным от ОМВД, водитель грузовика «ДАФ» не успел вовремя затормозить и врезался в автобус «Мерседес». Пассажирский транспорт после столкновения в свою очередь наехал на впереди стоящую фуру. Также в аварию попали еще две машины. Все они ожидали очереди в реверсе на ремонтируемом участке дороги. За рулем «ДАФа» находился 64-летний мужчина с 30-летним стажем вождения. Он скончался на месте. Погиб в ДТП 44-летний водитель «Мерседеса». От полученных травм также умерли 14 пассажиров автобуса, 5 женщин и 9 мужчин. Все они были жителями Киргизии. Трое оставшихся пассажиров попали в больницу. «В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибло 16 человек, следственной группой ОМВД России по Николаевскому району Ульяновской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации». К делу подключились федеральные правоохранительные органы. Александр Бастрыкин дал указание передать уголовное дело по факту смертельной аварии в Следственный комитет Российской Федерации. За состоянием пострадавших крупным ДТП лично следит губернатор Алексей Русских.